На неделе во всем мире отметили годовщину начала космической эры. Ровно 65 лет назад, 4 октября 1957 года, произошло событие поистине историческое. Человечество вышло в космос. Пока не сам человек Юрий Гагарин полетит в космос через 4 года. Но на орбиту был выведен искусственный спутник создания человеческих рук. Он пробыл в космосе 92 дня. Новость сразу же облетела весь мир. Это было не просто достижение советских ученых и инженеров. Не просто технологическое достижение. Это был прорыв всего человечества. И начинался этот прорыв в том числе с Татарстана. Подготовкой и запуском спутника руководил Сергей Королев, который в 1942 году отбывал срок в спецтюрьме в Казани при заводе номер 16. Разрабатывал ракетные двигатели. И это не все. Уже через 4 года, за месяц до полета Юрия Гагарина, 9 марта 1961 года, собака-космонавт Чернушка побывала на околоземной орбите и приземлилась возле деревни Старый Токмак, Заинского района Татарстана. Кроме собаки, на борту находились габаритно-весовой макет космонавта Иван Иванович, а также 40 серых и черных мышей, морские свинки и лягушки. Космический корабль совершил один виток вокруг Земли, но Восток потерял связь с Центром управления полетами и поэтому, не добравшись до запланированной точки посадки, спустился на парашюте в заснеженное поле в Заинском районе, придав Заинску космический статус. Но все же спутник – это не только техника, это мечта. И эту мечту воплотили в Татарстане уже в наши дни. Наверное, вы не все знаете, около месяца назад на орбиту улетел спутник, разработанный казанскими студентами из КНИТУ-КАИ под названием КАИ-1. Диляра Ясупова о достижениях прошлого, которые создали наше будущее. Таинственный звук в эфире 4 октября 1957 года. Тогда его услышали радиослушатели со всего мира. Дробный звук – что-то вроде телеграфа. Никто из случайных слушателей тогда и не подозревал. Они свидетели новой истории. На связи... Космос. Вот эти сигналы... Пи-пи-пи-пи-пи-пи... Если действительно серьезно о них говорить, то они еще открыли эру навигации. То есть любители, которые ловили вот эти вот сигналы, они обнаружили, что когда спутник приближается или удаляется, то из-за эффекта Допплера растягивается и сигнал. И поэтому, конечно, много было сделано работы, но в результате появились сети GPS, наша российская сеть GLONASS. Так вот, все они основаны как раз на тех результатах, которые были, в общем-то, придуманы при запуске первого искусственного спутника, спутника Земли. Это сейчас для нас сотовая связь, интернет, геолокация, рядовая обыденность. Тогда загадочный спутник, как он выглядит и как правильно произносится, об этом узнал каждый житель планеты. Так началась космическая эра. Первый искусственный спутник Земли и ракету-носитель собрали в секретном ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Сегодня это ракетно-космическая корпорация «Энергия». А потом они еще не поехали, но уже полетели. Запуск был произведен с полигона «Тюратам». Впоследствии полигон на заводу космодромом «Байконур». А потом уже услышали его. Что тут началось? Конструкторов подбрасывали на руках, а люди выбегали на улицу. Мы это сделали. Да еще как. Самые первые. Это навсегда развеяло миф о технической отсталости СССР. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появятся рядом с ними американские и другие спутники и составить содружество спутников. Но путь к человеку в космосе еще надо было проложить. Следом за спутником на орбиту отправляется собака. Снова под управлением Сергея Королева. Совершив виток вокруг Земли, аппарат не смог приземлиться в Саратовской области, как было запланировано. И совершил посадку у деревни в Заянском районе. Так Татарстан становится частью истории, которую пишут до сих пор. Это любительские кадры студентов и сотрудников КНИТУ-КАИ. Исторически для Татарстана запуск спутника КАИ-1 стал рекордным для истории всей ракетно-космической промышленности России. 10 минут понадобилось Союз-2-1Б, чтобы вывести спутники на орбиту. Среди них наш спутник КАИ-1 подал над Калугой первые сигналы. На орбиту были направлены 16 спутников стандарта Кубсат. Это небольшие спутники размером 10-10 на 30 сантиметров. И один из спутников — это наш спутник КАИ-1. 1 сентября, тоже такое, ну, интересное такое историческое событие. Первый звонок прозвучал из космоса. То есть мы записали мелодию нашего школьного звонка, прописали, прошили в спутники. И фактически любой радиолюбитель мира мог на свою радиолюбительскую станцию, которую, в принципе, можно даже собрать руками, мог поймать вот этот музыкальный файл, который звучал из космоса. Ну, например, вот этот звонок, он прозвучал из космоса. Говорит и показывает космос, а этот человек переводит. Именно он все это затеял, и над спутником впервые работали его ученики, учащиеся лицеи и студенты КАИ. Вглядитесь в этот макет. Это так называемая копия. Здесь совершенно другая начинка, но внешний фасад аналогичный. Обычные школьники могут участвовать в создании подобных спутников. Я считаю, что это большой прорыв. То, что это нужно развивать дальше. Это как макет, да. На нем можно изучить вообще строение спутника подобного формата. И на нем можно, то есть, учиться программировать микроконтроллеры, платы. Обучение одно, но главное наука, и это все про Казань. Кафедра ракетных двигателей КАИ под руководством Валентина Глушко. Сергей Королев — старший преподаватель. И вот теперь вот в этой лаборатории создается то, что пока странствует на орбите. Делает снимки, измеряет температуру. Это один из первых прототипов полезной нагрузки, который осуществляет измерение температуры на спутнике. За основу данного устройства мы взяли те решения, которые мы обкатывали на, скажем так, на гражданских измерителях, температур аналогичных. Здесь минимум индикации, то есть чисто обозначение того, что она работает. А дальше она уже по шине отдает данные на бортовой вычислитель. С этого бортового вычислителя сигнал переходит на передачу, который отправляет нам сигнал на землю. Микроплата, микродискеты, если хотите, все это изначально отличается от первоисточника. Если раньше это был металлический шар и две антенны, то технологии шагают семимильными шагами. И вот уже новая эра. Теперь компактней и функциональней. Срок службы того аппарата был обусловлен аккумуляторами, которые внутри батареи, даже не аккумуляторы, там были батареи. В современных аппаратах у нас стоят аккумуляторы. Поэтому удалось из размеров где-то 80 сантиметров перейти в размеры очень маленьких спутников. Сравните приемники, которые у ваших родителей, или бабушек, дедушек, какие габариты были. И вот современные радиопередающие микросхемы — это платка там размером приблизительно сантиметр на сантиметр. Это было тогда, а сейчас это все превратилось в некий русский космизм. Целое философское направление. И вот за спутником звезды сходятся в нашей Казанской обсерватории. С виду башенка, на самом деле, огромное функциональное устройство. Это оно считывает все сигналы. Это оно точное до сантиметра. Это антенна, которая, в общем-то, концентрирует в себя данные вот этих всех спутников ГЛОНАСС, которые находятся на околоземной орбите. Сохраняет все эти данные, накапливает. И в итоге получается так, что вот точность привязки навигационной. Но все навигаторы им пользуются. Сейчас практически молодежь, это точно. Но вот увеличивается до сантиметровых значений. Впереди следующая дата, 3 ноября. В 1957 году в этот день полет на орбиту совершает собака Лайка, которая не возвращается. Удивительно, но на этой выставке в обсерватории большинство детских работ посвящено именно этому космонавту. На нашей выставке в этом году работы с собакой преобладают. Потому что, в общем-то, это такое значимое для всего человечества событие. И первой жертвой этого космического прорыва была, конечно, собака Лайка. А дальше будет больше. Сначала Юрий Гагарин, который становится национальным героем. В открытый космос впервые выходит Алексей Леонов. Он пробыл там 16 минут. Сегодня там могут находиться до 10 часов. Потом были первые снимки темной стороны Луны и первая посадка на лунную поверхность, луноход и первая обитаемая орбитальная станция МИР. Поэтому спутник – это не только техника. Это мечта, которая сбылась и сбывается поныне. Технический прогресс не остановить. Впереди новые горизонты. И до них уже можно дотянуться. Руками, быть может, этих ребят. И, быть может, мы тоже станем их свидетелями. Диляра Исупова, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин, Андрей Ключников. 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова